заготавливаем иван-чай вот так вот снимаете листву потом ее нужно будет готовить специальным образом это я вам покажу уже дома пока только сбор хочу обратить внимание что вот это вот растение крайне ядовитое конец джунгарский смертельно ядовитое вот видите рядом с ним идет иван-чай поэтому при сборе будьте внимательны лишний не сорвите рассказываю вам секрет приготовления иван-чая батыр-чая или экспериментированный чай из травы под названием кипри то есть сначала мы собираем траву это вы видели уже в видео и теперь наша задача его пожамкать то есть помять для чего это делать для того чтобы в процессе клеточные мембраны переломались и сок из клеток вышел наружу вот тогда этот сок будет ферментироваться он так фактически ферментирует на самом деле все чаи в том числе и традиционно для большей скорости можно использовать бутылку и фактически прокатывать вот так вот бутылкой видите листики мнутся из них выделяется сок вот этого мы и добиваемся продолжаем работы по ферментации иван-чая или кипри узколистный по науке что мы сделали после того как мы первично его немножко подвяли и размяли мы его заморозили для чего заморозили для того чтобы разрушить клеточные мембраны потому что конечная наша цель чтобы выделился сок и теперь после того как мы вытащили из морозилки буквально там пролежал одну ночь сейчас мы его вот так вот мнем для того чтобы этот весь сок вышел наружу да потому что в процессе ферментации самое главное чтобы у нас выделился сок ферментация обычно длится до 12 часов зависит от температуры зависит от качества травы от разных моментов мы будем надеяться что к утру у нас как раз созреет и мы его значит выложена значит после того как мы его есть промяли он дал сок мы его вот так вот укладываем в эмалированную посуду вот немножко его раз требушили чтобы он не был одним комком вот и теперь слегонца его придавим большой тарелкой и накроем тряпкой поставим в теплое место порядка 24-25 градусов нужна температура чтобы он и как я уже сказал от 6 до 12 часов процесс должен быть финальная стадия часть кипре мы разложили сушиться при комнатной температуре другую часть мы поместили в духовку при температуре 60-70 градусов будем досушивать два варианта попробуем . аромат прекрасный я чай настолько удался я думаю может быть успеть еще сделать